здравствуйте мои дорогие друзья с вами канал ирина шевелева цветочном мире сегодня ребят у нас 27 декабря я занимаюсь пересадкой пеларгонии хочу вам показать свой небольшой маленький экспериментик я укореняла в одно и то же время пеларгонию в воде и в вермикулите хочу вам показать за сколько дней появились корешки и также в грунте такая вот у меня посетка в грунте это плюшечки значит ну вот ребята водички укореняла здесь у меня два сорта они стоят по номерам потому что я их особо не помню все по названиям но они все отмечены вот значит по моему вот это розалинда до розалинда и тут один отмечен другой сорт ставила на укоренение в 9 числа 9 12 ну вот этот сортик орешков пока не дал ну тут образуется каус ставим пока его обратно по моему это 23 номер у розалинда вот такие хорошие корешочки она уже дала сегодня у нас 27 получается это сколько дней 18 дней вот корешочки уже есть ну и крышочки есть практически во всех вот здесь есть корешочки здесь есть корешочки в каких условиях они вместо я ли стояли они у меня на полочке принципе самой нижней там где температура не самой нижней а такая средняя 18 19 градусов теплого пола у меня там нет лампы греют такие вот корешочки но есть вот такая беда видите вроде как черные ножки нету но какие-то темные пятна ну ребят сейчас я вам хочу что рассказать и показать что мне вообще-то очень даже понравилась воде укоренять и знаете почему вот видите две вот такие штучки эти воде очень хорошо видно где у тебя образуется каус то есть где не образуется то есть мы легко можем вот это все исправить то есть взять сейчас обновить срезик вот здесь вот и смотрю растение вполне здорово и единственно что вы тут обновить и поставить обратно на укоренение здесь также вот что-то мне не нравится вроде она и не гниет здесь но что-то не то опять же обновим и поставим дальше на укоренение очень хорошо все видно и то есть все без проблем и ну вот у меня латочек был тоже от 9 12 номер 23 посмотрим здесь вот здесь я еще сама не видела что у меня если в стаканчике с водой я вижу что там то здесь я не видела сейчас хочу вместе с вами посмотреть что у меня здесь здесь тоже кстати у меня два сортика стоят по номерам сейчас немножечко так нарушу всю эту целостность посмотрим что здесь так вот у меня так вытаскиваем один сорт это номер у меня 14 вот такая хорошая корневая то есть это укоренение вермикулите красный вермикулит вот такая корневая сейчас его отложу потому что мы будем уже присаживать так подпишем мы посмотрим на 23 вот именно номер 23 у меня стоял водички так что у нас здесь он здесь очень хороший вот смотрите какой хороший корешок тоже классный хороший корневая конечно на воде она не такая тоже класс прям вообще очень все нравится пока дальше что у нас так вот следующее а вот пожалуйста и ничего все пошло загнивание вот и потеряли воде если бы мы увидели мы пиво подрезали и переукоренели видите вот как то так так это убираем дальше посмотрим сколько эту черенку вставил несколько не так уж их и много здесь смотрим сразу два вытащила так здесь то же самое сейчас посмотрим что здесь самой корневое тоже пошло загнивание опять же вот если я увидела это водички то я бы наверное обновила срезик и поставила бы по-новому ну здесь тоже корешки ну маленькие практически такие как воде ну это мы смело можем высадить я прошу прощения надо открыть дверь у меня собака вынесет ее заходи быстро это вот так у меня стучится мой зимний сад моя любимая собака ладно продолжим ребят вот еще два осталось и посмотрим что у нас здесь ну здесь тоже дают корешки видите но не не стоящим сильно также как в воде то есть вот все еще для себя лучше вряд мы его тоже присадим очень хороший так ну и еще один вот пожалуйста еще один тоже смотрите какой интересный результат ребята здесь пошло подгнивание видите а вот здесь вот сверху пошли корешки прям на междоузли что мы будем здесь делать а здесь мы сделаем так сейчас вот это подрежем обработаю наверное фитоспорином и обратно его присажу в этот же вермикулит сейчас возьму ножнички это сделаю интересно так вот видите здесь пошло подгнивание здесь корешочки видно вам да какие корешки все-таки есть сейчас может сфокусируется то есть это лишний раз доказывает ребят что средств нужно делать непосредственно под почкой вот междоузли где непосредственно здесь все-таки так думаю вот видите так ладно сейчас отложим так еще у меня здесь есть два вот таких тут уже я еще вот таких делала два укореняла стаканчиках сортика тут сразу потерпели мы и крах тоже пошло загнивание вермикулит поле да вермикулит ну а здесь мы сейчас посмотрим что у нас здесь так а здесь у нас прекрасный результат вот прекрасный результат ребят эту красоту мы уже пересадим естественно в грунтик такой мой небольшой эксперимент что в воде что в перлите укореняются они принципе все одинаково по времени но корневая вермикулит тоже разная вот вы видели я вам показала все они разные у кого-то она сильно шикарная у кого-то не очень шикарная так вот этот вот череночек нам нужно сейчас переделать и мы его оставим пока сюда честно его обновим срезик присыпаем фитоспоринчиков и присадим обратно так сейчас еще хочу ребята вам показать укоренение в грунте вот это у меня кассетка она уже давно стоит укореняла я ее 23 10 но это пилар кошки плюшечки так это у меня сорт pink chart прекрасный сортик такой махровая питунка антре на и она у нас ну тут уже конечно укоренение два месяца стоит она бедненькие мучаются я уже сегодня решила их все перевалить в стаканчики и расставить потому что мне уже их просто жалко принять здесь прекрасное конечно до 3 и здесь везде прекрасной со всей кассетки ребят я сейчас просмотрела всю свою посетку вот у меня только вот тут было два сорта я их пересадила раньше 33 вот после ячейки прям здесь вот один выпад один то это пересажено уже все больше а вот еще вижу один еще один выпад до 1 вы по черная ножка естественно поливка здесь такая ребята знаете как взял вот и поливаешь куда попало куда не попало где-то перед перелила немножко ну в общем вот так вот и получается где-то и поймали перелила сто процентов потому что снизу поддона не поливаю же вижу некоторые более сухие некоторые более мокрое поэтому поливаю их сверху вот так вот раздвигаю и стараюсь где-то что-то палить лучше два выпада ребята за на всю кассетку плюшечки они очень хорошо укореняются у меня здесь такие сорта как антония грозе а из русска royal black rose мэйви бьюти в общем решила я их ребятки сегодня все и провалить заодно корневая здесь просто классно вот одного сорта показала сейчас посмотрим антония грозе что у нас тут вот так корневая везде вся хорошая ну в этом я даже не сомневалась вот такой сухой листик ребята я отрываю а если например у меня листик может быть такой вот полусухой его обрезаю чтобы не повредить почечку там потом когда подсохнет сам черешок он сам отойдет такой вопрос не тоже задавали посмотрим айс роуз айс роуз тоже хорошее укоренение в общем все сейчас будут все переваливать уже в отдельные стаканчики нашла и место будем все это делать но еще ребят делал выводы укореняется пиларгония и в воде и перлите и в торфогрунте детьми именно значит у меня здесь ограбал синий торфогрунт то есть приняется она везде ну воде мне все равно понравилось понравилось тем что можно увидеть это все обновить именно все это сам стволик обновили и посадили или опять же можно воду поставить или посадить вермикулит в общем в воде мне понравилось себя все видно из-за этого мы все равно конечно я буду черенковать по-разному как всегда но раньше я всегда черенковала только торфогрун там также были выпады и все но мне кажется в один как по мне так это лучше такое небольшое ребята вам видео всего вам доброго а я буду дальше пересаживать свои красавицы нашли немножко место им поэтому нужно срочно срочно пересадить все ребят всего вам хорошего и пока пока